всем привет в общем поступил заказ на монету 20 гривен футбол я вам сейчас ее покажу в каком она состоянии я ее приобрел много лет назад я брал целую кучу оптом монет и обошлась она мне очень недорого значит вот такое состояние значит здесь поцарапана капсула она была без коробки и у нее был были дополнительные монеты но это набор целый продавался но те монеты настолько убитенькие были что я их даже не захотел взять потому что там монеты были даже поцарапанные под капсулой вот поэтому я приобрел такую монету и вот с таким офигенным сертификатом вот сертификат здоровенный на все пять монет вот такая история вот короче сертификат на все пять монет и вот такая монета значит какой план я сейчас ее вскрываю и там есть одно маленькое пятнышко сейчас где там найдут эта штучка вот такая красавица то есть монеты все идеально единственное что есть одно маленькое пятнышко сейчас попробую найти где она тут нету ничего тут вроде бы все в порядке с обратной стороны посмотрим где-то здесь а вот вот здесь получается как будто пальцем дотронулись вот я сейчас попробую это дело убрать а может быть даже так и оставлю посмотрим вот а насчет капсулы я сейчас подумаю значит есть несколько вариантов либо я эту капсулу помою потому что она целая ну то есть не то что помою я ее приведу в порядок вы посмотрите как я это сделаю я расскажу каким средством я это сделаю и покажу как я это буду делать вот и теперь дальше у меня есть вот такая вот штукенция когда-то покупал я в национальном банке украины такую офигительную медаль то есть я в принципе могу просто перекинуть монету в эту капсулу вот эту медаль перекинуть обратно в эту капсулу поставить монету в эту супер коробку она конечно же идет вот с этой бумажной штукенции вот и вложить сюда этот сертификат и эта монета будет сразу стоить намного дороже чем она идет без футляра вот а потом эту медаль возможно я разыграю возможно не обещаю чтоб не было потом но скорее всего то есть такие мысли потому что медаль реально крутая у меня их просто несколько штук и поэтому мне есть возможность в принципе разыграть такую медаль я еще думаю какой придумать розыгрыш и так я сейчас короче достаю эту монетку перебираюсь в ванную и начну процесс первую очередь мыть я монетки так сказать во первых монета пруф вы увидите как я очищаю пруф что я подготовил для этого также мы проверим как поведет себя вот это вот голограммная штука насколько мне известно это лазер и по идее с ним ничего не должно произойти в химии вот но посмотрим как говорится поживем увидим самом деле очень стрёмно даже трогать эту монетку но мне хочется все во имя науки все ради нас не переключайтесь сейчас будет не смертельный номер но реально уникальное движение и так я взял эту супер монетку посмотрите какой у нее гурт гурт реально залапанный только это увидел блин как же ее приятно держать в руке офигеть такой здоровенный кусок зеркального серебра класс как же это офигенно и у каждого есть такая монета и не каждый может себе позволить поколбасить в руках 20 гривен и так я беру свое супер любимое средство есть для очистки серебра вот нахожу вот такое место матовая и закидываю ее сюда достаю проверяю а и гортка как мылся красиво итак я достал эту бомбу ну что ж все красиво кусок серебра зеркального гурт отмылся почти в идеал класс так диктярное мыло чтобы смыть смыть химию вот так я это дело размазываю вообще почти практически не касаюсь вот теперь меня интересует гурт надо помыть гурт ох она такая скользкая скользкая становится офигеть переворачиваю теперь с другой стороны практически не касаюсь монеты вау смываю это все дело есть все водичкой смыл я бегу на кухню и сейчас я как она смотрится с мой фильтрованной водичкой и сюда обратно теперь я беру монетку кидаю вот так сюда об на подготовленные заранее салфеточки и вот так делаю есть вот я вам показываю весь процесс как я мою пруф потом мы конечно посмотрим как я у гандошу монету надо будет там наждачку еще взять так теперь сюда вот так как у вас там сердечко колотится за такую монетку у меня колотится еще так неудобно стою еще показываю вам порванный рукав но надеюсь никто его не видел так и вот 3 да по ходу там есть царапины которые проявились сейчас посмотрим сейчас посмотрим как они проявились эти царапинки все так пускай она лежит какое-то время она поваляется и я сейчас подготовлю место чтобы переехать с ней в обратное место вот я открываю капсулу достаю отсюда медальку что здесь чистое удобное комфортное место эту медальку я пока мест поставлю ну вот куда-нибудь сюда с ней все равно ничего не произойдет и тащу ту монету сюда проверяем и так пятен от рук я не вижу пятен от рук я не вижу и царапин я не вижу есть пыль от салфеток на салфетке это у нас бумага так что зашибись так проверяем гурт 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 есть конечно шероховатость на гурте но я могу ее сполировать но честно я очкую лучше так и оставить это гурт почему побитый потому что он в капсуле колбасился я не хочу ставить обратно но я могу по этой капсуле вам это доказать смотрите видите вот это наружная часть то есть вот она внутри лежит и она в ней колбасится поэтому гурты побитые монетка в идеале все это салфетка вот эта пыль вся которая есть здесь ее так и надо оставлять это бумажка с ней ничего не произойдет очень важно чтобы монета вот так полежала какое-то время достаточно долго желательно чтобы она набрала своей температуре периодически ее переворачивать чтобы допустим если там бумага напитает влаги да то чтобы она ну высохла быстро та бумажка вот поэтому просто вот так вот теперь монета лежит и она реально в идеале все ничего нету все супер никаких следов ни царапин нифига нету побитый гурт я показал причину почему он побитый тут уже ничего не сделаешь вот теперь вот так переворачиваю чтобы она лежала дальше вот так капсуле вот салфеточки вот эти кусочки все так и остается ни в коем случае нельзя убирать чем-то смахивать ни кисточкой ничем вообще зеркало должно быть в идеале класс как у вас там настроение пишите в комментариях ну что ж теперь капсула что делать с капсулой посмотрите какая она в хламине да сейчас покажу что я буду с ней делать ну и посмотрим вместе получится у меня или нет что-то с ней сделать значит так нам понадобится ну или вам если вы захотите повторить салфетка тканевая такая вот тоненькая супер тоненькая салфетка вот так материал выглядит покажу крупнее дальше ватные диски и вот это супер средство но на баночку не смотрите главное что в баночке в баночке вот такое средство называется отгадайте как не знаете да я вам скажу 3m называется средство вот ныряю в баночку беру капсулу и начинаю натирать вот таким образом и тру 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 пока не надоест просто прикольно она шуршавит так вот делаю все ну не на одном кадре через паузу но очень максимально быстро сейчас посмотрим что получится из этого надеюсь вообще это то средство то что нам надо у меня такие смутные сомнения вдруг это что-то не то если что-то не то эксперимент не удался мне кажется это то что надо там где плохо потер там не совсем получилось сейчас посмотрим что получилось вообще так ну она типа прозрачная но сейчас я посмотрю на свет нет ни хрена тут без вариантов тут надо знаете что использовать надо использовать бормашинку у меня ее с собой нету и под рукой нету поэтому этот вариант я оставляю сейчас сравню вот эту капсулу ну а половину капсулы с другой половиной вот как бы разница вот это та которую я чистил это та которую не чистил ну так пытаясь поймать освещение но скажу так здесь намного меньше микро царапин здесь остались глубокие царапины здесь больше мелких царапин поэтому здесь идеально наждачкой конечно захерачить а потом уже средством 3М но вообще лучше всего это делать бормашинкой она тогда вообще в идеал выгонит все но у меня нет я же говорю сейчас бормашинки поэтому оставляю это дело так и так значит капсулу после этого помыть надо мылом обязательно и таким же образом как монету таким же образом как монету салфеткой промакнуть то есть ну повыжимать именно салфеткой тогда на ней не будет разводов потому что если а и обязательно чистой водичкой дистиллированной там или какой-нибудь смыть и вот смотрите на разницу значит что у меня получилось я сделал еще так второй раз на всякий случай вот разница сейчас попробую сфокусировать немножко изображения ну вот правую я ничего с ней не делал вот левая ну разница серьезная то есть уже есть на просвет как бы так показать ну ладно сейчас чуть позже она пускай наберет значит здесь салфетки кстати видите очень много пыли осталось при том с обеих сторон вот и получается на монете вот на этой тоже это пыль поэтому монеты ни в коем случае нельзя сдувать а вот так просто переставлять видите вот пыль есть на монете вот с этой пылью ничего нельзя делать потому что если что-то начать делать то можно повредить зеркало а лучше остается пускай пыль если вы видели на монетах